Захар Прилепин. ИМЕРЕК. Неслучайная история России. Нужно зафиксировать точку, где стоим. Наследницей чего является Россия? Никому, кроме одичавших без призора, не нужно доказывать, что Россия – прямая наследница Руси языческой, Древней Руси православной, Московского царства, Российской империи, Советского Союза. Россия наследует Византии как правоприемница православия. Москва – Третий Рим и Четвертому не бывать, это однажды сказали весьма проницательные люди. Вместе с тем, географически Россия – наследница империи Чингисхана. Она вобрала в себя эту империю почти целиком. Большинство народов, составляющих войско Чингисхана и Орду, Россия приняла и сохранила. Теперь мы дружественные племена, у нас великое общее прошлое и заманчивое будущее. Мы не янки среди индейцев. Мы, в отличие от янки, принимаем великое наследство чингизидов и благодарим за него. Бурятия и Татарстан, Якутия, Башкирия, Калмыкия, Чувашия, Хакасия, Крым и т.д. Все те территории, где традиционно проживали с какого-то времени наряду с русскими и другими народами – буряты, волжские татары, крымские татары, якуты, башкиры, калмыки, кумыки, нагайцы, хакасы, чуваши, балкарцы – мы еще не всех перечислили – составляют порядка 25% от нынешней России. Надо отдавать себе в этом отчет. Понимаете, что такое 25% России? Это едва ли не весь Евросоюз целиком. Россия – наследница традиции княжеской, традиции монаршей, традиции советской социалистической демократической традиции. Все эти вещи уживаются, и всякий здравомыслящий человек найдет во всем этом смысл, услышит движение истории, осознает масштаб и перспективу. Россия не Европа, а сложное евразийское образование, большая часть которой Европы не может называться географически. Десятки народов России никак не могут быть европейцами даже этнически. Сложно соотнести с европейцем Сибиряка, жители Камчатки, жители Алтая, жители Сахалина, жители Кабардино-Балкарии. Более того, европейц никогда не будет всех их соотносить с собою. Вместе с тем Россия – прямая наследница Старого Света, великой европейской культуры. Классическая музыка и балет, изобразительное искусство и литература, и даже с какого-то момента и воинское дело – почти все это нами было принято из Европы, и нашими стараниями культурные достижения Европы были многократно приумножены. Мы оказали на Европу влияние во многом не меньшее, чем она на нас. В каком-то смысле мы хранители европейских традиций, иные из которых современная Европа стремительно теряет. То, что сегодня Европа пытается примерить на себя сияющие одежды этнической толерантности и веротерпимости, нам не в новинку. Мы всегда тут так жили, иным народам свой опыт в качестве образцовывания предлагали и на тесноту не жаловались. Если доверить преподавание истории сторонникам монархии, они неизбежно будут исключать советский период или преподносить это время в сугубо негативном контексте. Но очевидно, что никогда Россия не занимала такого важного и определяющего положения в мире, как в советские времена. Советские историки преподносили всю историю как неизбежный путь к свершению социалистической революции. И откровенно вульгаризировали многие исторические процессы. Русские националисты разумно радеют о русском человеке, но часто не берут во внимание интересы десятков народов России. Для многих русских националистов предпочтительно делать вид, что этих народов со всей их разнообразной историей нет вообще или не должно быть. Впрочем, националистам других народов России свойственны те же грехи и огрехи. Они нередко начинают воспринимать свое прошлое как историю борьбы с Россией, уделяя все меньшее внимание нашему великому и многовековому общегосударственному сотворчеству и придавая все большее значение конфликтам, причем конфликтам зачастую откровенно маргинального толка. Эти чудаки воруют великую историю собственного народа. Либералы изучают Россию какими-то странными скачками. Отдельные демократические традиции Древней Руси, историю которой, впрочем, либералы готовы отдать Украине или Белоруссии, лишь бы не доставалось нам. Новгородская Веча, оттуда куда-нибудь к Борису Годунову или сразу к Петру Великому, принимая его весьма выборочно, а дальше к Екатерине Великой, а следом к Александру Третьему или Николаю Второму, опять же весьма осторожно, и, наконец, к Февральской революции. Дальше у них следует Черная Яма, за ней весьма короткий период правления Горбачева, к нему, впрочем, даже у либералов есть вопросы, и время Бориса Ельцина. Не история, а выбранные места. Вишенку я съем, коржик не буду, безе раскрошу ложкой. Но Россия – это все, что мы есть. Это огромное богатство. Давайте не будем его разбазаривать в угоду чьим-то предпочтениям. У меня тоже есть предпочтения, но я о них сегодня смолчу. Мы родители своей страны, ищущие смысл в ее победах и поражениях, пытающиеся понять и выучить все эти уроки. Это нормально. Конечно же, демократические принципы управления государством и прочая децентрализация не могут служить оправданием княжеским усобицам, поражению на калке и последующим многовековым поражениям. Но многовековые поражения не могут отменить наших разнообразных, далеко не всегда деструктивных отношений с Ордой. Борьба с боярской коррупцией не может служить оправданием опричнины. Осмысленность никонианской реформы не оправдывает преследование старобрядцев. Великие преобразования Петра не есть оправдание великих зверств и дуростей Петра. Гибель всей семьи последнего российского монарха не должна служить оправданием кровавому воскресенью и позору русско-японской войны. Белый террор не оправдывает красный террор. Впрочем, как и доказательства красного террора, не могут отрицать сам факт белого террора. Необходимость коллективизации не оправдывает зверское раскулачивание, а внутрипартийные конфликты – кошмар 1937 и 1938. Инерционные и геронтологические процессы времен Позднего Союза не оправдывают его рукотворный распад, некорректную приватизацию, расстрел парламента и очередную Сибимбанкирщину. Однако определенную историческую логику во всей этой истории необходимо увидеть. Опричнина была не случайна. Был не случайен Никон, и его ссылка тоже не была случайной. Не был случайен Петр, и эпоха дворцовых переворотов, наступившая после него, не была случайной. Экспансии на Кавказ и в Азию не были случайными. И героическое сопротивление Кавказа и Азии случайным не было. Не был случайен февраль 17-го, октябрь 17-го. И август 91-го, увы, случайен не был. Не была случайной потеря Крыма, и возврат его имеет очевидный смысл, неясный только фарисеям и слепцам. Не оправдывая все безоглядно, мы ищем в себе силы понять и принять все, исправляя то, что в силах исправить. Ни слово «царский», ни слово «советский», ни слово «демократический» для истины русского человека не может быть ругательным. История как вода. Она пробивается сквозь толщу времен. Кто вправе осудить реку? Нас вынесли сюда эти волны. Быть может, кто-то хотел приплыть в другое место, что ж извините. Вашей мышечной силы не хватило, чтобы противостоять. Попробуйте не захлебнуться, когда всех нас повлечет дальше. Помните, многие и многие государства погибли по пути, а мы есть. Сотни народов рассеяны, тысячи языков исчезли, но мы на месте. Эту удачу надо ценить. Александр Сергеевич Пушкин написал капитанскую дочку, где смог разглядеть правду Гринева и правду Пугачева. Сергей Александрович Есенин написал Анну Снегину, где смог разглядеть правду помещицы Снегиной, русского большевика, русского мужика. Александр Александрович Блок написал скифов, которые вмещают в себя, если не все, то очень и очень многое. Азиатские волны, кавказские волны, славянские рубежи, новые приливы и отливы. Россия будет беречь все народы, живущие на ее территории, и помнить, что русский менталитет, русский язык, русский гений почти уже тысячу лет определяющий центр евразийского единства. Россия неизбежно будет конфликтовать с теми или иными соседями, по той простой причине, что мы раз 40 больше любой европейской страны. Значит, у нас объективно в 40 раз больше протяженность границ, и в 40 раз выше вероятность иметь те или иные спорные моменты во взаимоотношениях с кем бы то ни было. Никакой нацеленности на конфликт здесь нет, исключительно арифметика. Наша традиция добротолюбия и веротерпимости ни в коем мере не противоречит нашим военным традициям. Кто не хочет этого понять, будет иметь дело с якутскими стрелками и сибирскими полками, с чеченским спецназом и бурятскими танкистами. Наша страна неизбежно будет наследовать всей своей истории сразу и питаться мудростью всякого народа ее населяющего. Видя русскую правду, мы неизбежно разглядим правду всей непомерной России. Время примирит нас всех, а пока наша задача примирить времена внутри русской истории. Это не так сложно, как может показаться. Не надо сводить счеты, не надо звать ангажированных людей на раздел пирога. Этот пирог не делится, он общий. В споре вокруг этого пирога можно задуть любую из тысячи свечей, что горят на нем. К чему? Если мы здесь, значит, все эти времена и все идеологии, порожденные прошедшими временами, работали в конечном итоге на нас. Когда великого Шамиля после многолетней войны с русскими везли в Санкт-Петербург, он сказал, если бы я знал, что Россия такая огромная, я бы не стал с ней воевать. Русская история такая же огромная. Не пытайтесь бросить туда камень, в лучшем случае смоет волной вас самих. Всякий, кто хочет преподать нашу историю через призму одной идеологии, обворовывает нас. Идеология – всего лишь выбор способа экономических и социальных отношений на ближайшее будущее. У российского народа, у искусства, у истории нет идеологии. Белый генерал, идеалист и герой Анатолий Пепеляев, помыкавшись между русским мужиком и якутским кочевником, в итоге записал в дневнике «У народа идеи нет». Он был в отчаянии, но отчаиваться тут нечему. Идеи нет, и она не нужна. Но если все-таки спросят о будущей идеологии, что ж? Наша идеология на будущее – быть соразмерными всему нашему прошлому. Всему прошлому – европейскому, азиатскому, кавказскому, дальневосточному, белому, красному, анархическому, демократическому, монархическому, бунтажному, верноподданническому. Всему, говорю, прошлому, а не части. Наша личная бессмертие – наша душа. Россия – наше национальное общенародное бессмертие. По поводу будущего мы все равно поссоримся. По поводу прошлого нам делить уже нечего, оно неделимо. Слияние трех рек Говорят, в России все не как положено. Все не то, чтобы наоборот, а как-то по-своему. Смотришь, и кажется, что тот, на кого ты смотришь, нарядил все наизнанку. Подошел поближе – нет, все в порядке. Отошел на два шага – объект рассмотрения вообще исчез. В испуге бросаешься прочь и понимаешь, что он на плечах у тебя сидит. Все у нас так. Вот, к примеру, слияние Аки и Волги, так называемая стрелка, вроде бы считается, что Ака впадает в Волгу. Однако от истока до места слияния у Нижнего Новгорода Ака на 187 километров длиннее Волги. То есть, если по уму, Волга впадает в Аку. Но это же совершенно немыслимо. Как Волга может впадать в Аку, если в Аке полторы тысячи километров, а в Волге больше трех с половиной тысяч? Тем более, что именно Волга несет воды многих русских рек, в нее впадающих в Каспийское море. Хотя, как сказать в море? Дело в том, что Каспийское море – не совсем море, а самое большое бесточное озеро. То есть, реки русские собираются-собираются, собираются-собираются, 150 тысяч притоков, но до океана ни одна капля нашей воды не дотекает. Все в дом, все в дом. Кажется, в этом есть какой-то мистический смысл. Или, напротив, никакого нет. Но когда никакого смысла нет, это еще более мистично. Или вот еще. Русские патриоты любят пересчитывать, какое количество в Центральной Европе или, скажем, в Прибалтике наименовании тех или иных объектов имеет славянское происхождение. Это как бы повышает самооценку патриотов. Они убеждают себя, что наши предки жили повсюду, в том числе по всей Европе. Никак не пойму, в чем прелесть того, что наши предки жили по всей Европе. И должен ли я радоваться тому, что их оттуда прогнали? И зачем вообще искать причину для самоуважения во всем этом, если мы и так живем в самой большой стране мира? Наконец, если мы раньше жили буквально везде, то где все-таки жили все остальные? Может быть, пока мы жили везде, они жили у нас дома? Например, говорят, что Ака слово балтийского происхождения. До прихода славян, уверяют нас ученые, Балты жили по верхнему и среднему течению реки. В литовском и латышском языках слово Акис, или, у вторых, Акис, означает прорубь, ключ или даже глаз. Ока и Ака – ближайшие соседи по значению. Есть и другая теория, что это не какие-то там литовские или латышские ключи и проруби, а просто общеевропейская аква – вода. Просто славяне ленились квакать и вообще два согласных подряд произносить, посему у них получилась Ака, которая затем, чтобы ее не путали с Ака автоматом Калашникова, переименовалась в Аку. Как бы то ни было, когда мы пьем акваминерали, мы должны помнить, что и эта минералка тоже названа в честь нашей родной русской реки. Хотя все равно не очень понятно, отчего древние славяне были настолько ленивы, что не стали придумывать своего слова для кормящих реки, а воспользовались ворованным. Можно попытаться представить, как это было. Выходит из темного леса, жмурясь на солнце, кудлатые бородатые прародичи русичей, видит возле речки бритых, благовоспитанных симпатичных балтов в деревянных башмаках и, недолго размышляя, решают их прогнать. Неприятно рычая, размахивая суковатыми палками, русичи прогоняют балтов от реки и немедленно садятся доедать подгорающую на костре рыбу. Но потом, вдруг вспомнив одну важную вещь, посылают за балтами самого младшего. К счастью, те не успели далеко убежать. Младший из русичей догоняет их и спрашивает. Мужики, это, мы забыли спросить, а как называется вот эта штука? Какая? Ну, где много воды, которая течет и в ней живет вкусная рыба? А, это акис. Акис? Нормально. Пока молодой возвращается к костру, он, естественно, забывает странное слово и на вопрос, как зовут эту сырую, мокрую, длинную вещь, говорит, это как ки-ки-ки-ки-киса-ака. С Волгой та же самая история. Раньше она называлась Итиль, Идель, Атал и даже Ра. Но прижилось название Волга. Говорят, что и это имя произошло от балтийского. Слово «валка» означает у балтов одновременно и текущий ручей, и заволоченное место. Некоторые бывшие, действующие и, допускаю, будущие народы России любят рассуждать на тему, что русские – их непутевые дети. К примеру, все народы, входившие в Орду, в том числе татары, буряты, якуты, а также казахи, таджики, узбеки, считают, что они передали нам наследство Чингисхана, территорию, привычки и даже государственность. И мы этим пользуемся до сих пор. В свою очередь, украинцы уверены, что они нас выносили в своей колыбели, а мы выросли и все забыли. Или, напротив, не забыли, а будучи уже повзрослелыми, норовим забраться в колыбель и покачаться, как в детстве. Если по совести, прибалты должны знать брать ежегодную выплату за использование слов «Волга» и «Ака». Поет, к примеру, Людмила Зыкина «издалека долго течет река Волга», а латышский литовский юрист уже шлют счет на радио. «Словечко-то наше, будьте добры, передайте нам копеечку». Или запела группа «Чай» в песню «Ака река», и юристы снова тут как тут, давайте еще копеечку. Впрочем, у нас всегда есть способ время до выплаты оттянуть. Потому что еще историк Василий Ключевский предполагал, что «Ака» – это словенизированная форма от финского «йокку» – река, а «Волга», в свою очередь, форма от финского «валкя» – белый. Видимо, финном река оказалась белой и светлой от солнечного света днем и сияющей от лунного света ночью. Так что пусть пока «балты» с финнами судятся, а у нас других забот полно. Лучше мы вспомним, что с давних времен сохранились притчи о том, что «Волга» – это дорога к солнцу. Путь в вечность. Казалось бы, какой еще путь в вечность, если все это плывет в Каспийский, запертый от всех бассейн, и никуда оттуда не прорывается? Но подождите секундочку, я вам сейчас объясню. Дело в том, что древние люди были очень прозорливы и видели на многие века вперед. Помните, как звали собачек, которые первыми совершили орбитальный космический полет и вернулись на Землю невредимыми? Правильно, «белка» и «стрелка». Вместе слияния «Аки» и «Волги», более чем уместно располагающиеся там с одной стороны Спасский собор Александра Невского, а с другой – памятник летчику Валерию Чкалову. Они символизируют наши земные и небесные дороги к Солнцу, к Вечности. Но там на «стрелке» должен стоять еще и памятник «стрелке» и примкнувший к ней «белке». Только на первый взгляд сочетание той самой в космос улетевшей собачки и двух рек мало чем связано. На самом деле, от «стрелки» до космоса рукой подать. Кто бы тут ни жил в давние времена, балты, германцы или финны, однажды явили сюда русы и сказали, «милые наши соседи по планете, отошли бы немножко в сторону, а мы здесь останемся, нам еще «стрелку» в небо запускать». Стрелка – слияние «Аки», «Волги» и «Реки» небесной, в которую впадает все сущее. Продолжение следует... Продолжение следует...